Всем привет! Началась Атлантида и сюда добавили абсолютно нового героя. Давайте посмотрим, что это за герой, стоит ли его ловить. Ну и немного попризываем, так докрутим, чисто вот до сундука, посмотрим, может что-нибудь выпадет. Красная пятерка со средней маной океан наносит 220 урона всем врагам. Урон небольшой, но то, что по всем, это уже хорошо. Все союзники получают 120% обычной атаки на 4 хода эффект. Может сочетаться с эффектами, которые изменяют атаки в общем. А это уже очень круто, 120% моментальных к атаке. Это ну очень много, там тычки будут просто нереальные летать. И то, что он может сочетаться с остальными бафами атаки, это тоже отлично. Потому что, например, черный рыцарь и вот которая красная пятерка, да, дерзкий вот этот хуй. Они перебивают друг друга баф к атаке, а здесь он будет просто суммироваться. Получается у него такой же баф, ну как у микоса. Пока эффект активен, обычные атаки не могут быть сильнее 170%. Короче, его можно до 70 разогнать. Но если даже возьмем у того микоса, у него есть условия, если вы его в набеге берете, там должно быть хп в общем больше, чем у атакующих. Ну можете прочитать. То у этого без всяких условий они сразу, короче, будут атаковать, ну по максимуму. И с тычек, и с камней, короче. Ну это вообще пушка. Все герои получают 46 защиты на 4 хода. Еще я эту защиту бафает, что они будут такие живучие. Ну, герой очень мощный. Заменит ли он микоса на титанах? Я думаю, навряд ли. Потому что у микоса есть один такой очень нужный, скажем, на титанах баф, что они не могут ультовать. И вы можете спокойно пробрасывать камни, ну не задумываясь. Там заполнилась вот эта вот шкала, да, у них маны, что они ультуют, либо нет. А здесь нужно быть постоянно, короче, внимательным. Но в атаку он будет отлично заходить. Также, я думаю, его можно в оборону, в принципе, на каких-то уровнях поставить. И если у вас, например, микки нету, конечно, его на титанах можно брать. Он будет лучше фиолетовой четверки, которая, ну Серега, вот этот. Потому что его там на вторую ульту заряжать, там маны надо кучу. И бывает, его случайно на первой ульте прожимаешь. Но, в общем, этот будет, конечно, ну получше четверки этой. Также у него класс для обороны, в принципе, отличный рыцарь, что ему броню накидывает. В общем, ребят, герой интересный, его определенно стоит качать. Ну и давайте попризываем и попробуем его поймать. Так, ну давайте, первый призыв за монеты. И синий, кто там? Тройка. Давайте дальше. Давайте вот с Юбера. Зеленый. Уже регулярная тройка. Так, ну и за Крису. Опять зеленый. Тройка. И желтый. Четверка. Давайте сюда прокрутим, где тут Ариэль. О, давайте лучше с нее. Красный. Ну давай. Тройка. И еще один. Понятно. Тройка. И сундук. Перчатки. Понятно. Ну что, ребят, вот такие вот были призывы. Вам удачи на призывах, чтобы вы подали нормальные герои. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем отличного настроения. И всем пока.